Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская радиостанция «Голос надежды» со своей программой из рубрики «Это интересно». Сегодня мы продолжим начатую нами ранее тему, посвященную изготовлению одежды в Древнем Израиле. Мы уже говорили о видах ткани, об ее окраске. Сейчас мы поведем речь о придении и ткачестве. Придение считалось чисто женским занятием. Пряли в то время на простых ручных веретенах. Об этом свидетельствуют найденные археологами каменные, глиняные и костяные блоки от этих веретен. Ткацкие станки были двух типов – вертикальные и горизонтальные. В вертикальном станке нити основы прикрепляли к навою и натягивали подвесными гирьками. Навой – это особая катушка, на которую навеваются нити, основы для выработки ткани на ткацком станке. Кстати, любопытно одно сравнение по этому поводу, которое мы найдем в Библии. Там, в первой книге царств, говорится о копье Голиафа, которое было толстым, как навою ткачей. Материя ткалась снизу вверх. Человек мог передвигаться вдоль станка и ткать достаточно широкие куски ткани. Позднее внизу станка установили вращающийся навой. Готовый материал наворачивался на него. Так можно было получать куски ткани сколь угодно большой длины. Древние израильтяне умели, судя по всему, делать и тканные узоры. Горизонтальный ткацкий станок состоял из двух навоев, крепившихся к земле четырьмя колышками. Ткач работал сидя. Ширина станка не могла превышать размаха рук ткача. Впрочем, египтяне изобрели систему, при которой на горизонтальном станке работали два человека. На станках подобного типа можно было изготавливать шерстяную и льняную материю. Иногда на них ткали даже более грубую козью шерсть и верблюжий волос. Он шел на толстые плащи и палатки для пастухов. Там, где в Библии говорится о разноцветной одежде, речь не обязательно идет о вышивке. Это могут быть ткани различных сортов, сшитые вместе, или же тканые узоры. У израильтян было два главных способа изготовления одежды. На достаточно широком станке можно было соткать цельное одеяние. Кстати, именно такую тунику носил Иисус Христос. Ткач начинал работу с одного рукава и заканчивал другим, оставляя отверстие для головы. Рукава делались короткими или длинными, по желанию заказчика. Часто использовалась полосатая ткань. Свободные концы нитей основы скручивали в шнурки, укреплявшие края ткани, а иногда их оставляли в виде кисточек на полах. На узком же станке ткали по три полотна для каждой одежды. Одно для верха с рукавами, одно для передней части юбки и одно для задней части юбки. Разрез для головы окантовывался. Делали и одежды кругового покроя. Они ткались с середины с постепенным добавлением нитей основы. Закончим на этом наш разговор, так сказать, о технологической стороне процесса и перейдем к стилям одежды тех стародавних времен. Здесь наши знания довольно скудны. Мы располагаем лишь несколькими рисунками и библейскими описаниями, которые, ко всему прочему, не всегда соответствуют друг другу. Во времена патриархов, от Авраама до Иакова, носили длинные до лодыжек одеяния, закрывавшие одно плечо и оставлявшие второе обнаженным. Верхний край одеяния был диагональным, нижний – зубчатым, поэтому оно не могло быть тканым. Вероятнее всего, его делали из шкур или войлока. Мужчины носили короткие юбки, точнее просто куски полотна или кожи, обернутые вокруг бедер и поддерживаемые поясом. Сверху – нечто наподобие современной футболки с короткими рукавами. Пояса иногда очень красивые, были и шерсти. В 24 стихе 31 главы книги «Притчи Соломоновых» описывается идеальная жена, которая делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Мужчины и женщины носили одежду одинакового покроя. Нижняя туника, поверх нее – полотняная или шерстяная накидка с бахромой. Мужская одежда отличалась от женской, главным образом – сдержанностью расцветки. В новозаветные времена основными видами одежды по-прежнему оставались туника и плащ. Греческая туника, часто без рукавов, была шире и свободнее. При необходимости ее подворачивали, стягивали поясом. В Римской империи носили плащи самых разнообразных покроев, но только римские граждане имели право надевать тогу – рот плаща или накидки, обычно из белой шерсти. Послушайте небольшое объявление. Дорогие друзья, в нашей заочной библейской школе успешно работает специальный курс по археологии Древнего Востока. Он называется «Раскапывая прошлое». Курс состоит из 12 уроков. Материал каждого из них сосредоточен прежде всего на наиболее любопытных археологических находках и событиях, с ними связанных. Во многих случаях уделяется внимание взаимосвязи археологических открытий с библейским повествованием. При этом важно иметь в виду, что курс уроков «Раскапывая прошлое» не ставит своей целью подробное изучение Библии. Тем читателям, которые хотят ближе познакомиться с библейской историей описываемых эпох, мы предлагаем в качестве дополнительного чтения главы из Писания, которые в той или иной степени связаны с основной темой урока. Все условия обучения даны в материалах, которые вы получите бесплатно вместе с первыми двумя уроками, если пришлете нам заявки на обучение по адресу 127 473 Москва, Абонентский ящик 3, Христианская радиостанция «Голос надежды». Заочный библейский курс «Раскапывая прошлое» ждет вас, дорогие друзья. Повторяем наш адрес. 127 473 Москва, Абонентский ящик 3, Христианская радиостанция «Голос надежды». Кроме того, вы можете обратиться со всеми вашими вопросами относительно обучения на наш сайт в интернете. Он находится по адресу голоснадежды.ру Эл-Шудай, 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 Эли-Льонах Адолай, В этом имени и сила, и мудрость вся твоя. Эл-Шудай, 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 Эль-Кем-Конах Адонай, Жизнью всей своей я славлю тебя. Ты мне сам стал служить, чтобы я мог вечно жить. Это ты своей рукой Израиль вез сквозь мрак морской, А сегодня это я, молю о помощи тебя, Вся надежда на тебя, Эл-Шудай. О, мой Бог, о, мой Бог, Мой Владыка и Господь, В этом имени и сила, и мудрость вся твоя. О, мой Бог, о, мой Бог, Мой Защитник и Господь, Жизнью всей своей я славлю тебя. Ты много лет учил народ, Что Мессия к ней придет, Только люди не смогли Понять чудный дар любви. И тогда, чтобы спасти И простить им и грехи, Иисус сам пострадал, Жертву Сына ты отдал. Эл-Шудай, Эл-Шудай, Эр-Эль-Йона Адонай, В этом имени и сила, и вся любовь твоя. Эл-Шудай, Эл-Шудай, Эк-Эм-Кона Адонай, Будь прославлен ты всегда. Эл-Шудай, 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 Эл-Эль-Йона Адонай, В этом имени и сила, и вся любовь твоя. Эл-Шудай, Эл-Шудай, Эк-Эм-Кона Адонай, Будь прославлен ты всегда. Эл-Шудай. С вами христианская радиостанция «Голос надежды». Сегодня мы хотим обратиться к некоторым текстам Священного Писания, переведенным на современный русский язык. Мы продолжаем знакомство с самыми многочисленными библейскими посланиями, которые принадлежат Перу апостола Павла. Сейчас настала очередь первого послания апостола Павла христианам в Фессалонике. Как всегда, прежде чем мы начнем непосредственное знакомство с текстом, составим к нему небольшое предисловие. В нем мы уточним суть вопроса, который поднимает в своем послании автор. Первое послание христианам в Фессалонике было написано апостолом Павлом в городе Коринфе, как принято считать, в 50-м или 51-м году по Рождеству Христову. Павел посетил Фессалонику во время своего второго миссионерского странствия. Там его проповедь Евангелия нашла отклик у многих людей. Однако некоторые противники вести о распятом и воскресшем Христе настроили против Павла значительную часть жителей города. В результате апостолу пришлось срочно покинуть Фессалонику. Чуть позже он послал туда из Коринфа своего соработника Тимофея, чтобы узнать подробности о жизни общины. Тимофей возвратился с добрыми вестями. Оказалось, что несмотря на то, что христиан в городе преследовали, они оставались стойкими и крепко держались своей веры. Так они стали примером для последователей Иисуса Христа во всей Греции. Правда, их стали одолевать свои тревоги. Выяснилось, что за время отсутствия апостола некоторые члены общины умерли, и родственников покойных волновал вопрос, действительно ли воскреснут мертвые. Павел, успокаивая их, в своем послании отвечает, когда придет Иисус, у живых не будет никаких особых преимуществ перед теми, кто умер до этого радостного события. Павел напоминает общение о том, что вера в благую весть уже сейчас приносит свои плоды. Кто верит в такое будущее, тот живет так, как будто оно уже наступило. Теперь же давайте перейдем непосредственно к тексту послания апостола Павла, адресованного христианам, жившим в Фессалонике. Вера Фессалоникийцев – пример для всех. Мы всегда благодарим Бога за всех за вас, никогда не забывая вас в своих молитвах. Всякий раз мы вспоминаем перед Богом, Отцом нашим, о том, как вера ваша являла себя в делах, любовь в неутомимых трудах, а надежда на Господа нашего Иисуса Христа в вашей стойкости. Мы знаем, возлюбленные Богом братья, что Он избрал вас, потому уверены в том, что благая весть, которую мы возвестили вам, это для вас не одни только слова, но и сила, и действия Духа Святого, и наша явная для вас глубокая убежденность. Вы сами знаете, как поступали мы ради вас, когда были с вами. И вы последовали нашему примеру и примеру Господа. Несмотря на большие гонения, вы приняли весть о Нем с радостью, дарованный вам Духом Святым. Так стали вы образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. Благодаря вам слово Господне громко звучит теперь не только по всей Македонии и Ахае, а ваши веры в Бога знают уже повсюду, так что нам и не надо ничего говорить об этом. Везде рассказывают нам о том, как вы принимали нас, как, отвернувшись от идолов, стали вы служить живому истинному Богу и ждать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, спасающего нас от грядущего возмездия. О жизни, угодной Богу. И вот еще что, братья, вы узнали от нас, как надо вам жить, чтобы угождать Богу. Вы так и живете. Но мы просим во имя Господа Иисуса, призываем вас еще более совершенствоваться в этом. Вы ведь помните, какие заповеди дали мы вам властью Господа Иисуса. Бог хочет вашего освящения, хочет, чтобы вы берегли себя от распутства и чтобы каждый из вас властвовал над своим телом, сохраняя его в святости и чести, не уступая грубой похоти своей, как язычники, не знающие Бога. Никто не должен тут причинять зла ближнему своему и обманывать его. Ведь за все за это накажет Господь. Мы уже говорили и предупреждали вас об этом. Не для того нас Господь призвал, чтобы в нечистоте мы оставались, но чтобы жили свято. А отвергающий это не человека отвергает, а Бога, дающего вам Духа Своего Святого. Не видим нужды писать вам о братолюбии. Вы уже научены Богом самим любить друг друга. Вы так и относитесь ко всем братьям во всей Македонии. Но мы просим вас, братья, пусть ваша любовь друг ко другу будет еще сильнее. И старайтесь жить тихо и мирно, занимаясь своими делами и собственными руками зарабатывая себе на жизнь, как мы вам наказывали. Тогда вас будут уважать и неверующие, и в тягость вы никому не будете. Когда снова придет Иисус. Теперь об усопших. Мы хотим, чтобы вы знали, братья, что ждет их, и не горевали, как иные, надежды не имеющие. Мы ведь верим, что как Иисус умер и воскрес, так и всех усопших Бог поведет через Иисуса к тому, чтобы они были с Ним. И вот в чем заверяем мы вас словом Господним. Те из нас, кто доживет до пришествия Господа, не опередят уже упокоившихся в Боге. При зове пробуждающим, при гласе Архангела и звуках Божьей трубы, когда сойдет с Небес Сам Господь, первыми воскреснут умершие во Христе. А потом и мы, оставшиеся в живых, будем вознесены вместе с Ними на облаках в небеса для встречи с Господом, чтобы остаться с Ним навсегда. Утешайте друг друга этим упованием. Хотим оставить вам на добрую память книгу «Псалтырь» в переводе на современный русский язык, который был выполнен Институтом перевода Библии в Заокском. Работа проводилась под руководством доктора богословия Михаила Петровича Кулакова. Это наш подарок. Чтобы получить его, присылайте ваши заявки по адресу 127-473 Москва, Абонентский ящик 3, Христианская радиостанция «Голос надежды». Ждем ваши письма, дорогие друзья. Вы можете также посетить нашу страницу в интернете, которая находится по адресу www.golosnadежды.ru Субтитры создавал DimaTorzok 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 Учитель «Голос надежды» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Восторженная Субтитры создавал DimaTorzok Долгожданное господство В тот вечер у озера ученики ожидали народного движения, чтобы провозгласить Иисуса царем Иуда с восторгом уговаривал всех ускорить это событие и объявить Христа царем даже против его воли Но Иисус строго повелел ученикам отплыть на лодке в Капернаум, а сам незаметно для всех ушел в горы Спустя несколько дней он сказал ученикам, что его царство не от мира На следующий день, за два дня до Пасхи, Иисус с апостолами снова пришел в Иерусалим Они вошли в храм, и фарисеи снова хотели уловить его в нарушении обрядов и законов Тогда Иисус стал открыто обличать книжников и фарисеев тех, кто пытался откупиться от Бога с помощью обрядов и даров Над храмом прозвучали слова Сына Божьего «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное перед людьми вы и сами не входите и входящим не даете войти» Евангелие от Матфея, 23 глава, стихи из 13 по 31 А после полудня на склоне Елеонской горы Христос предсказал падение Иерусалима и разрушение храма «Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне» Евангелие от Марка, глава 13, стих 2 Апостолы были поражены услышанным Им так хотелось верить в то, что этот святой город и дом Божий станут вечным уделом Христа, когда утвердится его царство Может быть, его пророчество об Иерусалиме ложно? Для чего же тогда он пришел в этот город? Мрачные мысли овладели многими из них А в душе Иуды поднялся настоящий бунт Если раньше в нем едва теплилась искра веры в учителя то теперь она окончательно погасла Человек, который пророчит гибель храма, не может быть мессией. Он обещал своим ученикам торжество, а на деле оскорбил блюстителей закона и настроил против себя весь город Рано или поздно власти расправятся с ним Нужно обезопасить себя и помочь властям взять Иисуса И раньше, чтобы Иисус не говорил ученикам, Иуда в душе всегда с чем-то не соглашался Сатана использовал эти черты эгоизм, самомнение гордости, сомнения, недовольство Еще задолго до предательства Иисус предупреждал Иуду говоря, не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас дьявол? Евангелие от Иоанна 6 глава 70 стих И когда учитель обличил Иуду он сильно озлобился Уязвленные гордости и жажда мести полностью овладели им Вошел же Сатана в Иуду, прозванного Искариотом одного из числа двенадцати написано в Евангелии от Луки 22 глава 3 стих Иуда знал, что первосвященники искали возможности схватить и погубить Христа И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати к первосвященникам, чтобы предать его им Евангелие от Марка, глава 14 стих 10 И сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его Они предложили ему тридцать серебряников И с того времени он искал удобного случая предать его Евангелие от Матфея, глава 26 стихи 15-16 Иуде предложили те самые тридцать серебряников о которых задолго до этого говорил пророк Захария И скажу им, если угодно вам то дайте мне плату мою если же нет, не давайте и они отвесят в уплату мне тридцать серебряников книга пророка Захария, одиннадцатая глава, двенадцатый стих сбываются пророчества, о которых знали все иудеи тридцать серебряников Столько стоил на невольничьем рынке раб А Иуда продал за эту цену Сына Божьего Он в озлоблении позабыл об этом пророчестве А ведь неплохо знал Ветхий Завет И, вспомнив, еще мог оставить все и покаяться В Иерусалиме за два дня до Пасхи Иисус устроил своим ученикам прощальную вечерю Апостолы все приготовили к ней, как повелел им учитель Когда же настал вечер, он возлег с двенадцатью учениками И когда они ели, сказал Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня Они весьма опечалились и спрашивали Не я ли Господи? Он же сказал в ответ Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня Евангелие от Матфея, глава двадцать шестая, стихи с двадцатого по двадцать третий И как раз в это время в чашу опустилась рука Иуды За куском мяса пасхального ягненка Наша передача заканчивается Эту программу мы готовили, используя книгу Эльвиры Буряковой «Апостолы и их судьбы» Ее мы хотим вам сегодня подарить Ждем ваши письма, дорогие друзья, с заявками на эту книгу Наш адрес 127 473 Москва, Абонинский ящик 3 Христианская радиостанция «Голос надежды» Приглашаем вас также зайти на наш сайт в интернете Его адрес голоснадежды.ру До свидания Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами Аминь Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 18 стих Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok